Что такое жизненный цикл тестирования программного обеспечения? Или его еще называют STLC? Сегодня мы поговорим про это детально. Меня зовут Игорь и вы снова на канале Киолапс. Поехали! Как вы догадались, мы поговорим про жизненный цикл тестирования программного обеспечения и про его основные этапы. Сокращенно его называют STLC или Software Testing Lifecycle. Итак, давайте вспомним, в прошлом занятии мы с вами прошли уже жизненный цикл разработки программного обеспечения. SDLC, Software Development Lifecycle. И тестирование это четвертый этап. И сегодня мы детально поговорим именно про этап тестирования. В нем есть свои отдельные этапы. Итак, жизненный цикл тестирования программного обеспечения или Software Testing Lifecycle, STLC, это последовательность неких конкретных действий или этапов, будем так говорить, в процессе тестирования для того, чтобы мы достигли поставленных целей в области качества программного обеспечения. STLC также включает в себя верификацию и валидацию. Можно сказать, что тестирование программного обеспечения это не просто одно действие в жизненном цикле разработки программного обеспечения, а это ряд проводимых мероприятий, которые помогают улучшить программное обеспечение. О чем же мы говорим? Давайте разберемся детальнее. Итак, жизненный цикл тестирования программного обеспечения выглядит следующим образом. Первое – это анализ требования. Второе – планирование тестирования. Третье – создание тестов. Следующая – настройка тестовой среды, выполнение тестирования и завершение цикла тестирования. Итак, давайте поговорим детально про каждый из этапов. Первый – анализ требований. Мы на этом этапе, как тестировщики, анализируем требования. Далее определяем требования для процесса тестирования, что нам для этого необходимо. Определяем виды тестирования и типы тестов, которые будем использовать в дальнейшем. Также определяем приоритеты и дедлайны, для того, чтобы понимать, какой срок нам нужно успеть. Подготовка матрицы трассировки, для того, чтобы замерить покрытие требований после их анализа. И определение тестовой среды, которая потребуется для дальнейшего тестирования. Второе – это планирование тестирования. Здесь мы готовим план или стратегию по тестированию. Это может быть полноценный документ, который описывает все шаги, которые мы планируем выполнить. Далее выбираем тестовые инструменты, которые будем использовать, допустим, для написания тестов или для создания баг-репортов. Оцениваем трудозатраты по тестированию и придаем менеджменту. Далее планируем ресурсы и определяем роли и обязанности. Какие типы ролей нам нужны на проекте – автоматизаторы или мануальные тестировщики. И, конечно же, готовим требования к обучению, если того требует специфика конкретного программного продукта. Третье – создание тестов. Здесь мы создаем такую тестовую документацию, чек-листы или тест-кейсы. Также на этом этапе могут создаваться и автотесты, если у нас предусмотрена автоматизация на проекте. И, конечно же, определяем тестовые данные, которые будем использовать во время выполнения наших тестов. Четвертое – настройка тестовой среды. Когда у нас написана тестовая документация, готов тест-план, проанализированы требования, мы переходим к настройке среды. Это аппаратное и программное обеспечение. То есть, то, где мы будем тестировать и с помощью чего мы будем тестировать наш программный продукт. Также уже в тестовой среде мы делаем настройку и подготовку тестовых данных, если это необходимо. И делаем так называемый смоук-тест. Это первичный тест на готовность тестовой среды, чтобы мы можем приступать к выполнению наших тестов. Следующее – выполнение тестирования. После того, как наша среда и программные средства готовы для тестирования, заготовлены тестовые данные и написаны тесты, мы приступаем к их выполнению. Мы начинаем тестировать функционал нашего программного обеспечения, проходясь по ранее написанным чек-листам или шагам тест-кейсов. Также мы фиксируем результаты пройденных тестов. Следующее – это нахождение дефектов и создание баг-репортов. В тех случаях, когда у нас есть расхождение между требованиями и работающим функционалом. И после их исправления – это повторная проверка исправленных дефектов. Следующий этап и заключительный в STLC – это завершение цикла тестирования. Здесь мы оцениваем выходные критерии. Или другими словами, можно сказать, это оценка завершения цикла тестирования на основании времени, охвата, стоимости и качества. Также подготовка и анализ тестовых метрик на основании параметров выше. Подготовка тестовых репортов, отчетов для менеджмента или заказчика. Анализируем полученные результаты и определяем дефекты по типам приоритетности и серьезности. И согласовываем финальные отчеты с заказчиком. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!